всем привет я очень долго думала записывать мне данный ролик или нет потому что не настолько надоела эта тема что я я больше не хочу вообще про это говорить снимать и так далее но меня много кто спрашивает спрашивают меня именно полина как ты сдала игру окей и отвечу на этот вопрос да и отвечу плохо я плохо взяла игра я рассчитывала на другие результаты но в общем-то сейчас я все вам и расскажу первая игра который мне было это было по-русскому а я во первых не очень то я бы почти перед теме играя не очень-то спала там наверно часа четыре около того потому что это ты просыпаешься смотришь сразу дальний восток что там было на дальнем востоке как будто бы жопа какая-то была в этом году одна я такая смотрела думаю ну все понятно у меня было такое состояние как будто бы я где-то не здесь я как будто в астрале то есть как будто бы что кто-то за меня писал потому что во первых это было очень стресс а во вторых просто просто я очень хотела спать первая пытка это было просто сидеть и ждать пока распечатают грёбаные бланки и выйдут тебе их потому что их печатают типа вручную не в конверте как многое а каждый бланк на компьютере они распечатывают это был просто ну типа я думал я умру реально ты просто сидишь ты так волнуешься ты сидишь и час пялишь потолок уже свой паспорт наизусть выучила где он там был зарегистрирован сколько детей у меня я это все уже просто знаю реально мне вот теперь паспорт чтобы свои данные вводить мне не нужно я теперь наизусть это помню выдают нам эти бланки я смотрю первое задание было нормально там была вырезка с конституции да это русский но вырезка была с конституции надо было ставить местоимение вставила дальше я тоже очень уверенно шла я все писала там отвечала на задание вот эти третье задание там где по тексту ответить на вопрос и так далее очень уверенно я думал что я сила а были паронимы тоже я уверенно написала все думаю ну все вот все как по маслицу идет все прекрасно просто сочинение это трэш текст был реально трэш ну типа я я вообще сначала несколько раз его перечитала чтобы понять в чем смысл этого текста ну мне лично показался сложным но я вычленила оттуда какую-то проблему у меня уже я честно вообще не помню что за текст был что за проблемой в запасе у меня просто травма травмирующие воспоминания стерлись это как это защитный механизм психики моей сработал я на строчила там поэтому тексту я сижу пишу и я слышу так вот осталось пять минут я просто сижу чё опять ну ладно до этого нас предупреждали что-то поменьше и меньше времени у нас предупреждали за полчаса я не думала что я столкнусь с проблемой того что я буду не успевать потому что всегда все очень быстро писала как что вы думаете это случилось со мной я сижу не надо я дописываю это дурацкое сочинение я еще не написала не позицию автора и концовку я сижу чё я начинаю безумно быстро писать я успела написать но я не успела проверить ошибки просто я по сути просто написал вот сразу что в голову пришло я писала какую-то примере просто я с вами у меня короче было что-то типа про доброту там почему надо быть добрым ну какой-то такое взяла пример что значит быть добрым вот какой-то такой мне там был и я в примере я ничего умнее не придумал как написать меня типа моя мама очень добрая она взяла на дороге нашла кота принесла домой теперь этот кот живет у нас это проявление доброты чтобы вы понимали ну в общем какой-то там лапшу я придумала полную это база как бы все так делают в итоге 11 июня биология самый сложный предмет который у меня был я сижу утром просыпаюсь и мне пишут что пришли результаты по русскому я открываю 61 окей я не говорю знаю уже результат в принципе по всей россии средний балл я не говорю что это плохой балл но когда ты надеешься на 70 плюс и видишь это у тебя шок слезы истерика типа я тупая у меня биология вместо того чтобы почекать я не знаю что-нибудь по биологии быстренько там я ли просто ревела про ревела все утро перед биологией никак не не подготовились я все успокаивали горели поле все нормально сейчас я понимаю что ну пофиг реально но тогда для меня это был шок контент посмотрев потом бланки и свои ошибки господи такой бред у меня ошибки в тестовой части где их никогда не было в третьем номере у меня ошибки ошибка в паронимах у меня в общем вот такой вот русский получился перейдем к следующему предмету это я посвятила четыре года подготовки ну я как бы говорю четыре года потому что я два года готовилась к огэ и получается два года я готова skyd 4 года у меня ушло на подготовку данному предмету я его знал очень хорошо правда это был единственный предмет который наверное прям ну прям реально хорошо я знала я была в нем уверена в итоге я прихожу сажусь опять миллион лет мы печатаем бланки но это как бы уже база уже привыкшие уже уже просто спим даже не паспорт изучаем а спим раздают варианты тестовая часть мне показалось по ощущениям была нормальная я ее быстро отрешала переписала бланк и забыла потому что очень много времени уходит на вторую часть надо было быстрее ее делать по тексту все задания я сделала и дальше пошел какой-то трэш я просто девятнадцатое двадцатое задание я делала наверное большую часть времени реально я ну да девятнадцатое двадцатое двадцатое больше всего ушло у меня потому что я просто сидела вот так вот я вот так вот сидела и я не могла ничего придумать потому что там было хотя казалось бы там по моему был какой-то не самый сложный вопрос но почему-то я не могла вообще придумать к этому примеры ничего не могла уже остается минут сорок у меня двадцать один двадцать два двадцать три 24 двадцать пятое задание я думаю всё это капец я начинаю очень быстро писать двадцать первое задание потеряла бал в двадцать первом задании за то что я написала что равновесная цена увеличивается спрос уменьшается какого фига они всегда вместе ходят всегда если равновесная цена увеличивается, спрос тоже увеличивается. Как я к этому пришла, я не знаю, видимо, потому что я торопилась. В 22-м задании, у меня, конечно же, ошибка, я выхожу в туалет, увижу рандомную девочку, у меня нет выхода, и я у нее спрашиваю, скажи, пожалуйста, как называется заработная плата работника, которая, типа, каждый месяц ему выдается. Я помнила только, что есть сдельная заработная плата, и все. У меня был в голове оклад, но мне почему-то казалось, что это про что-то другое, и она мне говорит, наверное, фиксированная. Я думаю, ладно, дядя Стэн, я тебе верю. И это было неправильно, правильно был оклад. Минус балл, еще один. Я не виню эту девочку, потому что она не обязана, но все равно обидно. Но к ней потенции нет, она подсказала мне, даже если неправильно, это уже мои проблемы, а не ее. Дальше, 24-е здание, гребаный план. Это был самый сложный план в моей жизни, про какие-то гражданские процессы, что-то судебное решение в гражданских процессах, что-то вообще какая-то полная хрень. Я смотрю на это, думаю, чего? И пишу, короче, план. В умскуле давались планы, очень много планов, как шпоры, как бы. И я учила, короче, по вот этим шпорам. Просто выучила все планы с умскула, которые они скинули. Вот такой был план, вот, что я переписала, собственно. Это правильно подобран план, я правильно подобрала тему. Но в умскуле была ошибка в этом плане. Это пиздец. Умскуле была, они сделали в своих вот этих шаблонах ошибку. Стороны гражданского процесса в умскуле написано, что является истец, ответчик и третьи лица. А, еще суд они написали. Я, честно, право, прям, ну, не очень так, не прям настолько я разбираюсь в праве, чтобы в таких формальностях, тонкостях я заметила ошибку. Сторонами гражданского процесса являются истец и ответчик. Так, все. А вот участниками являются суд третья лица. Умскул, какого фига? У меня очень много вопросов к умскулу, и поэтому у меня слетел балл один за это. И почему-то еще у меня слетел балл. Остальные пункты в плане у меня написаны правильно. Но проверяющий почему-то ему не понравились остальные мои пункты планы, хотя в интернете тоже написано так же. И они решили, типа, ну, что это, ну, все. Они сняли мне эти гребаные баллы. За план один балл из четырех. Двадцать пятое задание. Здесь вообще песня. Я его не успела сделать. Я не успела сделать двадцать пятое задание. Мне не хватило времени на двадцать пятое задание. Я просто быстро какую-то хрень написала в первом пункте и во втором. Третье я просто не успела. И мне поставили за двадцать пятое один балл. Спасибо за один балл. Реально я считаю, что там я такую хрень писала, что можно и ноль было поставить. Здесь вот спасибо реально за балл. В итоге. Мой результат по обществу и знанию. Шестьдесят шесть баллов. Когда пробники я писала на семьдесят плюс и восемьдесят плюс, у меня один раз был пробник, написан на восемьдесят там с чем-то баллов, уже не помню. Мне не зачли семнадцатое задание. Вообще. Там один, один балл, по-моему, у меня. Или да, мне, нет, мне, по-моему, то ли мне его вообще не зачли, то ли мне один балл поставили. Семнадцатое задание по тексту. Я до сих пор в нем уверена. Я не знаю, почему там сняли. И сейчас у школьников просто по России глобально. Я просто читала отзывы, так сказать, на общагу. И у всех просто какой-то трэш в общаге был. В плане оценки. То есть непонятно, за что сняли баллы. Я до сих пор не понимаю, за что мне сняли баллы в семнадцатом задании. В девятнадцатом задании мне сняли балл. Хотя я прислала это задание кураторше своей и своему репетитору по общаге. Обе они, они как бы предположили, за что мне могли снять. И оба предположения абсолютно разные. Одна сказала, что, наверное, мне могли снять за небольшую схожесть между примерами. Там надо было два примера за и два примера против. Типа, возможно, у тебя небольшая схожесть в примерах за. И вторая мне сказала, что, не помню, что он мне сказал, но вообще противоположная тому, что сказала мне кураторша. В общем, они сами не знают, за что мне сняли. Я не знаю, за что мне сняли. Понять, за что мне сняли, тоже невозможно. Потому что, ну, я не знаю, кто мне работу проверял. Я не могу, блин, позвонить и просто... У меня много вопросов у проверяющего. Так, я вернулась, в общем, чуть попозже. И следующий предмет, о котором я хочу поговорить, это биология. Для меня это был тот предмет, которым я абсолютно не уверена. Который я не знала, вообще сдам я или нет. Я надеялась сдать его хотя бы на проходной, то есть на 40. Мне попался безумно хороший вариант. Безумно хороший вариант. То есть, буквально, там были вопросы по типу. Там было нарисовано коала, варан, чулень и пингвин. И вопросы были из рода, у кого нет зубов? Кто вынашивает детеныша в сумке? У кого развита хорошо плацента? Ну, то есть, это очень легко. И я безумно рада, что мне повезло с вариантом. Со второй части я смогла сделать первые два номера. Один номер у меня попался про блоху. Я вообще не знала, где у этой блохи там лицо, где у нее что. Вообще, я просто смотрю, думаю... Ну, короче, я не стала этот номер даже делать. Моя цель вообще во второй части была сделать первый номер и два последних. То есть, первый номер — это эксперимент. Два последних номера — это на синтез белка в основном и генетическая задача. Я их сделала. Слава богу, мне попались те, которые я прорешивала, и я знала, как их решать. И остальные номера я решила, что... Ну, у меня еще много времени оставалось, и я решила, что почему просто не написать то, что я думаю. Просто, ну, чисто по логике, из головы что-то придумать и написать. Что я, собственно, и сделала. И я очень рада, что я так сделала, потому что эксперт зачел мне некоторые номера, ну, на один балл. Мне поставили за некоторые один балл. Я там такую хрень писала полную. Просто я чисто придумывала с головы что-то. Я помню, там была задача на всякие популяции, увеличение, уменьшение. И из вот этой темы я знала только, что есть дрейфгенов и эффект бутылочного горлышка. Там был вопрос как раз-таки, что это за явление. И я написала... Мне показалось, что дрейфгенов как будто бы по интуиции сюда не очень подходит. И я написала эффект бутылочного горлышка. И это оказалось правильным. И мне зачли это задание. Просто, типа... Я просто писала рандомщину, и мне поставили балл. Да, там могли как бы три, но, знаете, один балл хотя бы за рандомщину полную. Ну, это супер классно, согласитесь. В общем, вариант был безумно приятный. Мне зачли все там по полной программе, все, что только было можно. Первая часть у меня тоже хорошая, прекрасная была тестовая. И когда я узнала свой результат, я офигела. И, наконец-то, я офигела в положительную сторону. Мой результат составил 70 баллов. Для меня это было просто, типа, вау. Типа, что? Ну, вы сами можете понять мои эмоции на тот момент. Я... Мне очень было тяжело по биологии. Весь год я металась от одной онлайн-школи к другой. Лично для меня не подходили ни на ООО. Это очень популярная онлайн-школа по биологии. Она мне не подошла. Потом я была в смитапе, мне тоже эта онлайн-школа не подошла. Также я была в имскуле, тоже мне эта онлайн-школа не подошла. И я в итоге нашла свою онлайн-школу только под конец. За три месяца я взяла рефреш у Вебиума. И из всех онлайн-школ, которые я прошла, это было самое лучшее. Потому что в остальных такое ощущение, что ты уже должен что-то знать. У тебя уже должна быть какая-то база, чтобы понять материал. А в Вебиуме все действительно объясняли с нуля. И я признаюсь честно, в Вебиуме я посмотрела где-то полтора месяца. Месяц-полтора. То есть не три даже. И уже в моей голове была хорошая база. И я просто благодарна Вебиуму за вот это вот. За то, что они меня подтянули буквально за полтора месяца. Потому что еще полтора я просто не смотрела. Так как у меня уже начались экзамены. Мне уже было как будто бы некогда. Вот. Вообще надо было. Но что-то не дошли руки. И сейчас я расскажу одну историю. Которая будет антирекламой для одной платформы. Я очень надеюсь, что это видео залетит. И никто никогда не пойдет на эту платформу. Речь пойдет о платформе Тетрика. Я занималась репетитором на данной платформе по биологии два года. Она была, ну, такая, типа... Она нормальная была. Она не была какой-то супер-вау. Я супер-знания какие-то получила. Нет. Но она была, ну, неплохой. Она довольно интересно, как будто бы рассказывала материал. Но я все забывала. Ну, в общем, не знаю, насколько это было познавательно, в общем-то. Ну, как-то так. Очень странно все, мутненько. В целом, на данной платформе неплохие репетиторы. Оттуда я нашла свою репетиторшу по обществу знанию. Она очень безумно хорошая. Но сама платформа ужасная. И отношение к клиентам тоже. Рассказываю историю, которая приключилась со мной. До ЕГЭ примерно остается парочку дней. Там четыре, ну, где-то два занятия у меня осталось до ЕГЭ. И я прихожу на занятия, а учителя нету. Она просто не пришла. Но я подумала, всякое бывает, ничего страшного. Просто занятия перенесем и все. Ну, как бы, может быть, забыла там, что-то случилось. Но это не суть. Я звоню, конечно же, сразу в поддержку, чтобы они мне не списали этот урок. Они говорят, все хорошо. Как мы свяжемся с учителем, мы вам сообщим. Я ей пишу, типа, что я вас жду. Но она мне, соответственно, не отвечает. Далее. На следующий день я захожу на платформу и вижу, что все мои уроки до экзамена, ну, вот эти два или три урока, они отменены. Я в шоке. До экзамена осталось буквально. Немного мне очень нужны эти уроки. Я ей пишу. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, а что случилось? Типа, до ЕГЭ осталось несколько дней. Что происходит? Я звоню в поддержку. На что они мне говорят, что у нее сломался компьютер, поэтому она взяла отгул на 10 дней. Что? Типа, компьютер на 10 дней сломался, да? Так интересно, он, конечно, сломался прям ровно на отпуск. Вот людям отпуск на 10 дней дают, и у него компьютер тоже на 10 дней сломался. Вау, очень круто. Нет, окей, я могу понять, наверное, что может сломаться компьютер. Хорошо, допустим, мы представим, что действительно сломался компьютер. Почему, во-первых, она мне ничего не написала лично, типа, Полина, так и так, извини. И почему, в конце концов, любой другой ответственный человек, он бы, ну, как-то позанимался с учениками через телефон или нашел другую альтернативу, выход какой-то из данной ситуации, потому что кидать учеников за пару дней, ну, там, где-то неделя оставалась до ЕГЭ, ну, это просто абсурд. Чтобы вы понимали, ну, с момента, как я сдала ЕГЭ, уже прошел месяц, она мне до сих пор ничего не ответила. Мое сообщение, типа, что происходит, до сих пор висит. Ну, я на компьютер она уже починила, просто она не хочет мне отвечать. Это была очень неприятная ситуация для меня, благо, на самом деле, у меня был еще один репетитор, который я нашла за пять месяцев в ДЕГЭ, да, у меня с биологией вообще все ужасно, у меня было два репетитора, куча онлайн-школ, и я все равно ничего не понимала. Но вот эту репетиторшу, которую я нашла за пять месяцев, она была, ну, конкретно мне, она очень подходила, ее тактика, то есть она мне объясняла, я это параллельно записывала, учила, и на следующий день ей рассказывала. Казалось бы, ну, типа, банальщина, но почему-то остальные не могли такую же тактику применить, такую же стратегию. И плюс она очень интересно рассказывала материал, знаете, подкрепляла такими фактами разными, и поэтому он лучше укладывался у меня в голове. Только благодаря ей и Вебиуму я сдала экзамен по биологии на такой высокий балл, потому что я понимаю, что с этой ученицей, с Тедрикой, просто, ну, это было бы просто факап. С остальными онлайн-школами у меня тоже не сложилось, поэтому как бы... Значит, продолжим дальше про Тедрику. Конечно же, я захотела вернуть деньги за оставшиеся три урока. Чтобы вы понимали, за три урока они мне деньги не вернули, а вернули только за один, так как утверждали, что остальные два урока — это бонус, и я их не оплачивала. Я им пишу, типа, верните, пожалуйста, деньги. На что они начинают настаивать мне, что, ну, типа, не нужно возвращать деньги, и они могут мне просто подобрать другого педагога. Я говорю, что мне это не нужно, потому что, ну, реально, нет смысла в другом педагоге, когда осталось два урока, я их потрачу просто на то, что я буду объяснять, что я знаю, а что я не знаю, но это абсолютно бессмысленно. Я им все это объясняю, а там еще, знаете, бизнес-аккаунт в WhatsApp, и периодически администрация, которая со мной общалась, люди, они переключались. То есть я переписываюсь одним, вдалбливаю, что мне нужно вернуть деньги, мне не нужно заменять педагога, и вот так вот резко меняется, мне пишет уже другая девушка, и мне надо опять ей объяснять, что мне не нужно менять педагога, мне нужно вернуть деньги свои. Честно, я так и не знаю, вернули они деньги или нет, потому что все данные я им сказала, и, по идее, они должны были перечислить, но просто это не на мою карту, они должны были вернуться на мамину, я у нее так и не спросила, вернули ей деньги или нет. Но это был ужас, на самом деле, то есть они меня настолько... А еще минусы данной платформы в ее политике, то есть вы не можете отменить урок менее чем за 8 часов. А если у вас, например, осталось 6 часов до урока, и вам надо отменить его, вы не сможете это сделать. То есть нет, вы сможете это сделать, но деньги вам за него не вернут, у вас все равно спишется этот урок, спишутся деньги, и, по сути, вы просто его просрете. У меня лично была такая... Я довольно много потеряла так своих уроков, потому что, например, у меня была ситуация, когда я утром проснулась с температурой, у меня урок должен был быть в час, и, соответственно, у меня не было сил заниматься, у меня была 38 температуры. Как я должна заниматься? Я ему позвонила, говорю, можно как-то этот урок перенести или что-то еще, чтобы он не списался с моего баланса, потому что у меня высокая температура. На что они мне отказали. Вы можете звонить им миллион раз, они всегда будут говорить одно и то же, им абсолютно плевать. Пренести вы можете только на вечер этого дня. Если вы переносите на следующий день, то все равно урок списывается. В общем, сколько денег я там потеряла просто впустую, это считать не пересчитать. В общем-то, на этом, наверное, все. Я рассказала, в принципе, как все прошли экзамены, рассказала свои шедевры, результаты. Если у вас есть какие-то ко мне вопросы по поводу ЕГЭ или там поступления, вы можете писать в комментариях, я постараюсь на все ответить. В принципе, вы можете поделиться своим опытом, на что вы сдали и так далее. Можете посмотреть мои другие видео. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я его пока не очень активно веду, но как только там будет нормальное количество активных ребят, я буду вести его. Я его обещаю. Спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok